Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Здравствуйте. Начнем выпуск ситуации на дорогах столицы. В Нур-Султане ночью выпал снег. Это сразу сказалось на движении транспорта. Привело к резкому росту количества ДТП. С восьми утра к этому часу на дорогах мегаполиса полицейские зарегистрировали 75 аварий. Как обстоят дела на улицах города узнавал Боржан Валиев. Аварии этим утром случались как в городе, так и за его чертой. На Карагандинской трассе у въезда в столицу столкнулись сразу три автомобиля. Один из них опрокинуло в кювет. Жертв нет, но пассажиры получили телесные повреждения. Из сотни ДТП за сутки два произошло с участием общественного транспорта. К счастью, пострадавших нет. Городские перевозчики предупреждают жителей о возможном нарушении интервалов в работе автобусов. Сегодня же гололед, первый снег, поэтому, мне кажется, сегодня. А так не чувствуется, но автобусы нормально. Пробок нету. Для автобусов нет, а так для машин, конечно, подвесить. Мой нет, маршрут минут пять подходит. А в целом передвигаться по городу чувствуешься или пробки какие-то? Не знаю. Привык, наверное, все нормально. Ухудшение погодных условий сказалось на всех участниках дорожного движения. Из-за снегопада и гололеда скорость потоков снизилась почти вдвое. Полиция рекомендует автовладельцам не ждать возможного потепления, а заменить летние шины на зимние уже сейчас. Пробки на дорогах. Очень большие, да. Тяжело добираться. Знаете, у меня даже резина летняя стоит, но ничего тут страшного нет. Ну, как бы, думаю, к обеду уже все растает, все будет прекрасно. Никакого автомобильного коллапса нет. Тяжело. А пробки были сильные? Нет. А много времени потратили? Нет, минут 20. А шины вы меняли уже или еще нет? Нет, вот сегодня собираюсь. Тем временем синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры воздуха. На севере, востоке и центре страны ожидаются обильные осадки в виде дождя и снега, а также заморски до минус 11 градусов в ближайшие три дня. Бржан Валиев, Наурс Базаров, Хабар, 24. Штормовое предупреждение объявлено в других регионах страны. Антициклон, который смещается на территорию Казахстана, вызовет понижение температуры. В северных, центральных и восточных областях пройдут осадки. Местами будет низовая метель, туман, гололед, заморозки. Синоптики прогнозируют на западе в Атраусской области и также в ряде южных регионов. Об усилении ветра предупреждают по всей стране. В Актау начали мониторить качество воздуха. Экологические датчики установили на территории восьми школ. Радиус их действия 2-3 километра. Это позволило на 100% покрыть город. Говорят специалисты отдела цифровых технологий. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу приборы будут фиксировать в реальном времени. Информация уже отображается на специальном сайте. Доступ к карте загрязненности воздуха есть также на мобильных телефонах. Приборы с установкой обошлись местному бюджету в миллион тенге. Аналогичные измерители появились в четырех районах области. К концу года эко-датчики установят в Миньонском районе и в городе Жанаузен. У нас пыльный город. Когда ветер поднимается, он показывается, как желтый уровень. То, что пыль поднимается. Если посмотреть другие регионы, которые Темиртау, Караганда, Экипасус, где промышленность, большие мегаполисы, Алмата, там постоянно показывают красный, желтый, такие темные уровни. Это потому что загрязнение. Министерство экологии отправили данные, чтобы они с Казгидрометом интеграцию получили. И в данный момент сейчас Казгидромет все эти результаты они сами мониторят. Добыча нефти в Мангосталской области может снизиться с 2025 года. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства. Министр энергетики Макзум Морзагалиев отметил, что стабильная добыча прогнозируется в течение следующих пяти лет. По его словам, благодаря запуску новых морских проектов, а именно освоение месторождения Хазар и Галамгаз Море, с 2028 года планируется увеличить нефтедобывание до 19,5 миллиона тонн. Планируется, что каждый год на этих месторождениях будет добываться порядка 4 миллионов тонн черного золота. Также глава ведомства рассказал, что французская нефтегазовая компания «Ататаль» в ближайшие пять лет инвестирует 70 миллиардов тенге в освоение месторождения Дунга в Тубкараганском районе Мангосталской области. По его словам, проект обеспечит увеличение уровня добычи нефти на 25% с нынешних 680 тысяч тонн до 860 тысяч в год. И благодаря этому будет создано порядка 400 рабочих мест. Снова конфликт с участием судоисполнителя в Алматы. На этих кадрах видно, как мужчина наносит удары в печень работнику службы, который пришел исполнять действия по сносу пристройки к жилому дому. Часы оказался на частной территории в присутствии полицейских. Неизвестные лица, среди которых был и профессиональный боксер Жанко Штураров, вместе с хозяином дома при сотрудниках начали оказывать давление на судебного исполнителя. Под угрозой физической расправы они пытались запретить ему исполнять свои должностные обязанности и всячески пытались воспрепятствовать. Была вызвана скорая помощь, врач которой на месте установил вред здоровью средней тяжести. Управлением полиции Бастандыкского района данный факт зарегистрирован. Судоисполнителям написано заявление на хозяина дома, на основании чего назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Фейсбук, Ватсап и Инстаграм частично восстановили работу после глобального сбоя, который продлился более шести часов. Соцсети сообщили, что медленно, но верно возвращаются к обычному функционированию. Напомню, масштабные неполадки произошли накануне, после девяти часов вечера. О проблемах с доступом сообщили миллионы пользователей в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Названа и также вероятная причина сбоя. Амир Хайдаров об этом подробно. Глобальный сбой в работе Фейсбук, Ватсап и Инстаграм произошел накануне вечером. Не работали как мобильные приложения, так и сайты популярных сервисов. Одними из первых на неполадки всемирного масштаба отреагировали в Твиттере и поприветствовали в буквальном смысле всех, кто присоединился к обсуждению возникших проблем у конкурентов. С проблемой столкнулись все пользователи. Если вы не смогли подключиться, значит услуга не работает. Представители компании Марка Цукерберга попросили проявить терпение, пока работа соцсетей не восстановится. Однако пользователям не пришлось долго скучать, и они переключились на другие платформы. Из-за наплыва юзеров замедлилась работа Твиттер и Телеграм, которые стали главной площадкой для обмена реакциями. А в США кратковременные сбои были замечены у Ютуб, Нетфликс и Зум. Нет компании, которая была бы застрахована от сбоев, поэтому после таких событий инженеры всегда должны изучать, что произошло и как они могут это предотвратить. Как сообщили в Фейсбук, сбой в работе сервисов произошел из-за неудачных изменений в конфигурации роутеров. Они отвечают за обмен трафиком между центрами данных. Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за произошедшее. В калифорнийской компании также поспешили заверить, что вследствие неполадок утечки данных не зафиксировали, хотя перед сбоями в Даркнете появились объявления о продаже базы данных полутора миллиардов пользователей в Фейсбук. Амир Хайдаров, Хабар-24. В американской Калифорнии продолжается ликвидация последствий разлива нефти у побережья Тихого океана. Представители природоохранных организаций со сдержанным оптимизмом оценивают шансы на спасение пострадавших животных. Напомню, из-за аварии в воду вылились порядка 500 тысяч баррелей нефти. Местные власти объявили о начале расследования причин чрезвычайного происшествия. Ближе к зиме подача электроэнергии в столицу Афганистана может прекратиться из-за долгов перед поставщиками, сообщает Wall Street Journal. И представители новой власти не оплатили счета за электричество, не возобновили сбор денег с потребителей. По словам экс-главы энерго госкорпорации, в скором времени последствия будут видны во всей стране, но особенно в Кабуле. Отмечу, половина поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Этим странам талибы задолжали. Также на запад страны энергия поступает из Ирана. Эксперты говорят, что на данный момент в Кабуле проблем с подачей электричества нету. Из-за остановки работы большинства промышленных и военных предприятий. Волна заболеваемости, вызванная дельта-штаммом коронавируса, может стать последней из неконтролируемых инфекционных вспышек в США. Об этом заявил бывший руководитель управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами доктор Скотт Готлиб. Он подчеркнул, что говорить о полном окончании глобальной пандемии коронавируса еще рано. Новые случаи дельта-штамма сейчас чаще всего фиксируются в северных штатах Америки. Эксперт прогнозирует, улучшение эпидемиологической ситуации в США следует ожидать в конце ноября. Однако, во многом это зависит от принимаемых противоэпидемических мер. На сегодня дельта-штамм коронавируса преобладает на всей территории США. Но я полагаю, что в ближайшее время его распространение будет снижаться. Но это не значит, что пандемия закончится. Коронавирус станет сезонным заболеванием, таким как грипп и ОРВИ. Я не думаю, что он уйдет. Теперь о ситуации с коронавирусом в Казахстане. За сутки от ковид и пневмонии скончались 39 человек. Между тем, уровень заболеваемости ковидом продолжает снижаться. Плюс 1624 случая за сутки. Алматы, Нур-Султан и Алматинская область по-прежнему в антилидерах. И данные по вакцинированным. Первый компонент вакцины получили более 7 миллионов 740 тысяч человек. А полностью привились 6 миллионов 715 тысяч казахстанцев. Села Западно-Казахстанской области остро нуждаются в ветеринарах. Лечить скот некому. Остались только специалисты предпенсионного возраста. Молодежь не особо горит желанием заниматься здоровьем животных. Профессия не такая уж престижная. Да и платить немного. И можно ли ситуацию исправить, выясняла Ботагос Базарбаева. Ветврачом Кашибай Набиев работает 36 лет. Сейчас в зоне его ответственности домашний скот в пяти селах Мичуринского округа. Около полутора тысяч голов. Я в 85-м году работаю в ветеринарах. Один раз только машину дали. До этого ходили пешком, на лошадях, на тележках. Я сам ездил, в поселок живу, отсюда 12 километров. Сюда приезжал на лошади. Вот только передавать опыт и знания некому сокрушается ветеринар. Молодежь с дипломом приезжает только для обязательной отработки. Последний его напарник сейчас работает юристом в соседнем районе. Переучился. Молодежь не идет на работу. Ну, ветеринары, специалисты. Вот. Вот последнее время чувствую, как-то на собрании ездили в район. И все сидят, как я. Ну, в возрасте уже 50-55. Молодежь. И даже со мной наработали несколько человек. Месяц три, полгода, год работы. И говорят, ага, пока. Почему? Ну, зарплаты, говорят, нет. Я нашел работу побольше зарплаты. В данный момент у нас 90 получаем. Ну, на руки. Я не жалею, что бы работал таким ветеринарным врачом. Путь и здоровье. До пенсии доработаю, думаю. Год три осталось. Профессию ветеринарного врача сейчас в агротехническом университете осваивают около 400 молодых людей. Третий курс изучает в теории и практике виды хирургических швов. По вирусологии проходят технику экспериментального заражения. Как выяснилось, по специальности трудоустраивается 68% выпускников. Но вот в села молодежь не едет. Даже с надбавкой зарплата далека от среднемесячной в стране. Около 70% они трудоустроены по специальности. Так как, согласно закону об образовании, 47 статья, пункт 17, где говорится о обязательной трехлетней отработке. В выпускники трудоустраиваются ветеринарные станции. Городские ветеринарные станции. Сами открывают ветеринарные клиники. Вообще я планирую работать конкретно в городской клинике. Но стараюсь изучать всех видов животных, чтобы быть специалистом общей практики. Было бы неплохо знать и лечение, терапию, хирургию сельскохозяйственных животных. Потому что все-таки иногда это может пригодиться. И в любом случае люди приходят за консультацией часто. В этом году на бюджетные средства закупили 4 модульных ветпункта для отдаленных сел. Лучшим в работе профсоюз выдает путевки в санаторий. Чтобы привлечь новые кадры, в этом году ветеринарам повысили зарплату. На сегодняшний день заработная плата ветеринарных специалистов, занимающихся одинаковые должности, приведена в один уровень. В итоге данных работ у большинства ветеринарных врачей заработная плата повысилась на 25%. В области сейчас работает 600 ветеринаров открытыми, остается свыше 30 вакансий. И число это будет только расти, отмечают специалисты, по мере выхода старых кадров на заслуженный отдых. Розовые фламинго прилетели в Мангоставскую область раньше времени. Обычно экзотические птицы прибывают в регион в ноябре из Кургалжинского природного заповедника. И со слов экологов, побыстрее отправиться в путь пернатых сподвигли ранние холода. Мангоставу для них транзитная точка. Фламинго облибовали побережье Каспийского моря и озера Караколь, что недалеко от Актау. Богатая кормовая база, камышовые заросли, отдаленность от людей делают это место хорошим пунктом для отдыха. Примерно за месяц птицы набирают силы и после летят дальше на юг. Далее они отправятся в сторону Туркменистана и далее в Иран. Собственно говоря, где они и проводят зимовку. И весной они будут возвращаться обратно. Это где-то начало марта, марта, апрель. И где-то остановится, наверное, бывает так, что до середины мая. Продолжим выпуск. Байкеры Алматы прервали молчание и провели перес-конференцию, на которой дали оценку новому постановлению городских властей. В конце сентября Акимат опубликовал документ, в котором предлагается запретить движение мотоциклов с 10 часов ночи до 9 утра. Инициатива на стадии обсуждения, но уже вызвала неоднозначные споры. Мотолюбители считают, что этот запрет ничем не обоснован и призывают наказывать лишь нарушителей тишины. Мнение сторон выслушала Анастасия Валикжанина. 8 лет назад Иван Невьянцев купил свой первый мотоцикл. 7 месяцев в году он использует именно этот вид транспорта. Мужчина был в шоке, когда узнал, что на публичное обсуждение выставили документ, запрещающий передвижение мотоциклистов с 10 вечера до 9 утра. Для многих байк это не только экономия времени, но и средств. 4 тысячи тенгена, бензин в неделю против 15 тысяч для автомобиля. Среди нас есть очень много людей, которые работают допоздна. Это, например, врачи до 11, до 12 часов ночи. Как им возвращаться? Нарушителей нужно наказывать именно точечно. То есть должны быть приняты меры именно со стороны Акимата и также со стороны правоохранительных органов, которые выделили бы те же самые шумомеры, которых сейчас на данный момент нет. Есть и другие способы решения проблем, считают представители мотосообщества Алматы. К примеру, разместить шумоизоляционные заборы в тех местах, где это необходимо. А также установить специальные камеры. Они улавливают шум, фиксируют номер нарушителя, а также автоматически отправляют штраф. Мы хотели бы добиться бы законодательно установить те параметры по техническому осмотру, где будут браться заборы по шуму. На шум не проверяют нас. То есть ни нас, ни автомобили. И тогда вся проблема решена на самом деле. Обеспокоенные новым постановлением, мотолюбители написали петицию на имя президента страны. Ее уже подписали около 400 человек. Они также наняли адвоката, который нашел ряд нарушений в открытом постановлении. К нему обязательно идет пояснительная записка и сам текст постановления. Данные ссылки, они неактивны. Их невозможно посмотреть. На основании чего и чем подтверждена вообще легальность данного законопроекта. В управлении городской мобильности Алматы пояснили, что открытое постановление – это результат жалоб жителей мегаполиса на шум мотоциклистов в ночное время. Особенно его ощущают в спальных районах. Подлинность жалоб горожан выявлял научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций. Были выявлены шумовые загрязнения. Мотоциклы, а также альтернативные другие грузовые транспорты выдавали шум более 90 дБ. Исследования проводили с закрытыми окнами, а также открытыми окнами. То есть с закрытыми окнами в помещении все-таки шум превышал 27% допускаемой нормы, а при открытых более 60% допускаемой нормы. Кстати, согласно техническому регламенту Таможенного союза, допустимая шумовая норма для мотоциклистов – 96 дБ. Давайте я заведу мотоцикл и вы послушаете, громко или не громко. До 12 октября проект будет находиться на стадии обсуждения. После его вынесут на рассмотрение Общественного совета. Постановления должны будут доработать, учитывая мнение обеих сторон. Анастасия Валикжанина, Радик Жакупов, Алматы, Хабар-24. Казахстанские электровозы отправят на экспорт. В Париже состоялось подписание меморандума о сотрудничестве Министерства торговли и интеграции с одной из крупнейших машиностроительных компаний в мире. Французский «Альстом» уже имеет в нашей стране два завода, на одном из которых ведется сборка электровозов, пока в основном для казахстанских железных дорог. Совместно с правительством инвестор намерен продвигать произведенную у нас технику ближайшим соседям, а чтобы казахстанские электровозы пользовались спросом, планируется наращивать местное содержание. Сейчас техника выпускается с пользованием 40% отечественных материалов. В ближайшее время производители обещают увеличить долю до 60%. За счет этого будет, конечно же, снижаться стоимость и в целом повышаться конкурентоспособность этой продукции по цене, но и будет расти смежное производство, что в целом позволит нам повышать, побыстрее приблизиться к цели удвоение несырьевого экспорта, который мы запланировали до 2025 года. Это всего лишь еще один шаг в наших длительных отношениях с Казахстаном. Когда вы слышите о том, что мы подписали контракт с КТЖ, мы имеем в виду перспективу на 30-40 лет. Помимо обслуживания тех поездов, которые уже ездят в Казахстане, мы будем запускать новые. То есть у нас большие планы в долгосрочной перспективе. И этот шаг направлен на то, чтобы сделать еще больше совместными усилиями. Экологи Индонезии создали музей под открытым небом, который полностью сделан из пластика. Уникальный объект расположился на острове Ява. На создание инсталляции ушло три месяца и более 10 тысяч пластиковых бутылок, пакетов и другого мусора, который собрали на загрязненных пляжах и реках. Идея организаторов – убедить людей пересмотреть свои привычки и отказаться от одноразовых предметов обихода. Центральным элементом музея стала статуя богини процветания. Ее длинная юбка сделана из шоколадных оберток, упаковок от чипсов и других продуктов питания. Мы хотим объяснить людям, что нужно использовать меньше одноразового пластика. Его очень трудно перерабатывать. Всех наших посетителей мы призываем отказаться от пластика, потому что он загрязняет наш океан, который, помимо всего прочего, служит источником пищи. Архивный фонд Карагандинской области пополнился редкими фотографиями и документами Касыма Аманжолова к 110-летию казахского поэта архивисты организовали передвижную выставку, которая будет перемещаться по театрам и учебным заведениям города. В экспозиции представлено около 90 материалов. Это личные снимки поэта, рукописные тексты его стихотворения, публицистические статьи. Самый ранний документ датируется 1934 годом. Его статья «Безденгенбек», изданная в газете «Еснде». Фотографии и рукописи Касыма Аманжолова собирались в разных городах Казахстана, многие попали в Карагандинский архив из семейного альбома. Дочь передала, значит, не только личные документы Касыма Аманжолова, также и семейные документы. И после уже смерти отца она переписывалась с его фронтовыми друзьями, с писателями, с коллегами и передала большую коллекцию переписки. Эти документы будут всегда востребованы, потому что изучают документы не только историки, краеведы, но и теперь будут изучать и писатели. Мы на этом закончим, немного позже вернемся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова